Похождения американских и западноевропейских военных в странах Восточной Европы все чаще превращаются в возмутительные международные скандалы. Например, недавно вооруженные военнослужащие США в буквальном смысле захватили гражданский объект в Болгарии, а солдаты из Великобритании были сняты с поезда в Эстонии за отвратительное поведение. Теперь отличились силовики Германии. Бундесвер начал расследование по поводу вечеринки солдат в ФРГ в одной из стран Прибалтики, которая вышла из-под контроля, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Журналисты выяснили, что увеселительное мероприятие состоялось еще в апреле в одной из гостиниц в районе города Рукла в Литве. Там военные периодически проводят выходные, чтобы отдохнуть от учений, проводимых совместно с литовскими коллегами и партнерами из других стран. В процессе расслабления военные начали петь антисемитские песни, злоупотреблять алкоголем и совершать сексуальные домогательства. Минимум трое немецких военных, фигурантов расследования, уже отправлены в Германию. Подозревают, что они нанесли серьезную психологическую травму сослуживцу, угрожая ему избиением и сексуальным насилием. Согласно показаниям, солдаты одного подразделения начали громкий пьяный спор и устроили потасовку. В тот вечер один из солдат пытался засунуть свой половой орган в рот своему товарищу, который уснул, будучи совершенно пьяным. Другие солдаты снимали это на мобильные телефоны, приводят подробности издания. Журналисты обратили внимание на отсутствие должного контроля за солдатами со стороны офицеров и вышестоящего руководства. В Держпигль отметили, что инцидент вызывает вопросы в целом, так как военным категорически запрещено употребление алкоголя, кроме особых праздников, Рождества и Нового года. Бундесвер осуществляет свое регулярное нахождение в Литве с 2017 года в рамках миссии расширенного передового присутствия. Эта миссия является частью программы НАТО по сдерживанию России. После рассказа о цивилизованных немецких солдатах, издание напомнило, что Запад обвиняет Москву в пристальном наблюдении и целенаправленной дезинформации. Якобы это русские распространяют слухи и всячески пытаются дискредитировать доблестных защитников Европы. Немецкие спецслужбы, а также НАТО предполагают, что за компаниями по дезинформации стоят российские тролли, которые хотят подорвать поддержку миссии Альянса в Литве. Пока Бундесверу удавалось предотвращать масштабное распространение злонамеренных слухов, благодаря хорошему сотрудничеству с местными властями. Но если обвинения, связанные с вышедшей за рамки приличия вечеринкой солдат Бундесвера, подтвердятся, это будет более чем неловко, подытоживает издание.